Всем привет, меня зовут Красавин Иван. Речь пойдет о БЦА, работают ли они, нужно ли тратить деньги для того, чтобы приобрести эту пищевую добавку и вообще что это такое. Начнем с того, что БЦА это 3 аминокислоты, валин, лейцин и залийцин с развлетленными цепочками и бла-бла-бла-бла и тому подобное. Всю эту информацию вы спокойно можете найти в интернете, погуглить и узнать вообще, что это такое. Нас больше интересует вообще рабочая ли эта добавка и стоит ли ее применять. Сторонники использования этих аминокислот говорят о том, что лейцин, ведь 75% наших мышц состоит из лейцина, поэтому валин, лейцин и залийцин там находятся, значит его нужно пить, он восстанавливает мышечную массу. А как же катаболизм, который разрушает наши мышцы, нужно с утра проснуться и пить сразу их натощак, чтобы ваши мышцы, не дай бог, не разрушились. А еще надо до, во время, после и еще и на ночь. И вообще это 20, 30, 40, а некоторые даже, я знаю, по 60 грамм в день используют ее. Выкинуты ли это деньги на ветер? Во-первых, чтобы строить мышцы, нам нужно полный набор аминокислот, это 20 аминокислот. И никаким образом из трех аминокислот ВЦА невозможно синтезировать и увеличить мышечную массу. А теперь обратимся к исследованиям. Ученые решили проанализировать огромную базу тех исследований, которые были проведены за 20 лет. И представьте, из такого огромного пласта всего выбрано было 11 исследований, которые соответствовали качеству проводимых этих исследований. Эти исследования показывают, что никакого улучшения на синтез белка они не несут. Единственное, что действительно там было показано, то что они могут уменьшить болевые ощущения. Когда вот мы тренируемся, происходят микронадрывы, да, и на второй, на третий день могут сильно мышцы болеть. Так вот, всего одно исследование показало, что вот этот болевой синдром может быть уменьшен через 48 и 72 часа, если вы употребляете такой источник аминокислот, как БЦА. Однако, если в вашем рационе есть достаточное количество белка, даже вот минимально 1,2 грамма на килограмм сухой массы тела, это, поверьте, не так много, у вас уже будет синтез белка, у вас уже будет восстановление. И разницы нет никакой, если вы употребляете БЦА и не употребляете, то есть вы просто едите достаточное количество белка. Что интересно, исследования, которые были проведены с низким качеством, как раз показывают улучшение и положительный эффект от приема БЦА. И все наоборот, те исследования, которые были высокого качества, то есть проведены соответствующим образом, не показывают никакой разницы между группой, которая употребляла БЦА и группой, которая употребляла плацебо. Почему я иногда принимаю БЦА и рекомендую некоторым своим подопечным также употреблять? Они работают как источник энергии. Вот в этом плане их можно действительно использовать, потому что они не проходят систему пищеварения и разрушения, так как это уже разветвленные цепочки. Они быстро попадают в кровоток, ну и естественно попадают в мышцы, где используются в качестве топлива и источника энергии. Если вы тренируетесь с высокой интенсивностью и у вас низкая калорийность, то есть вы, допустим, на ограничении калорий, то в плане именно энергетики вам БЦА позволит протренироваться вот это вот длительное время. И это очень хорошо чувствуется, когда, например, я тренируюсь на 36-часовом голодании. Во всех остальных случаях БЦА не является значимой пищевой добавкой в тренировках, в наборе мышечной массы, в остановлении, неправильное слово, в уменьшении катаболизма вашего тела, если вы используете достаточное количество белка в вашем рационе. Ну, допустим, вы хотите получить весь комплекс аминокислот. До тренировки за полчаса выпейте сыворочный протеин. Не забывайте, что там от 15 до 25% это и есть как раз количество БЦА, которое вам позволит, допустим, использовать их во время тренировки. Но вы получите все 20 аминокислот. Все ссылки на исследования я оставлю под видео. Вы можете пройти, посмотреть, проанализировать и советую, рекомендую даже это делать. Подводим итоги. БЦА не является весомо значимой пищевой добавкой. Его можно использовать как энергетический, такой субстракт, энергетическую добавку во время низкой калорийности. Если вы питаетесь в умеренной и высокой калорийности, нету никакого смысла использовать эту добавку. Ставим жирную точку. Хотите тратить деньги на БЦА? Конечно, пожалуйста. Но лучше потратьте деньги на источники нормального белка. Например, как яйца, курица, птица, рыба, мясо, которые, во-первых, содержат все 20 аминокислот. У них достаточно большое количество, особенно в яйцах, достаточно большое количество лейцина, который позволит вам и структурировать мышцы, и предотвращать катаболизм, и улучшать мышечный состав, набирать мышцы. В первую очередь это питание, а потом уже все добавки. Надеюсь, это видео было информативным и полезным. Если да, то ставьте палец вверх. Можете поделиться этими исследованиями со своими друзьями, знакомыми, которые утверждают, что БЦА это супер рабочая добавка. Всем пока. С вами был Красавин Иван. Совсем скоро. До новых видео. Счастливо.